Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Без паники. Аптеки для лечения гриппа лекарства доставляют регулярно. Зима сдаёт позиции. Эксклюзивный прогноз от главного синоптика края. Прекрасное прошлое. Молодежный бал в день студента. Единый реестр строительных компаний будет создан в Краснодарском крае. Такое поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на региональном совете безопасности. Глава Анапы Сергей Сергеев внёс свои предложения по решению проблемы обманутых дольщиков. У каждой компании есть своя строительная история. И она должна быть известна потенциальным покупателям. Трёхмесячный срок определил Вениамин Кондратьев для решения этой задачи. В Анапе, начиная с 2013 года, ведётся работа по обнародованию списков добросовестных застройщиков. Списки самостроев отдельной строкой на официальном сайте администрации города. Глава курорта Сергей Сергеев докладывает губернатору. Ситуация на строительном рынке на контроле городских властей. У меня 8 проблемных объектов. 5 из них строились с разрешением на строительство. И 5 потенциально проблемных, которые могут стать таковыми в ближайшее будущее. Значит, все они появились, начиная с 2008 по 2011 годы. Возведение объектов застройщиками, нарушающих права граждан, было прекращено по всем. Либо с процедурой банкротства, либо возбуждением уголовного дела. Правовое управление администрации с дольщиками на ежедневной связи. Помощь подготовке судебных исков, участие в судебных заседаниях. Иногда приходится проходить до 15 инстанций, чтобы хоть на шаг приблизиться к главной цели – отстоять права людей на жильё. Но губернатор и глава Анапы едины во мнении. Потворствовать самовольному строительству нельзя. Люди не должны соглашаться на серые схемы покупки квартир. Тот, кто зарегистрировал в регистрационной службе свой договор долевого участия – это обманутые дольщики. Там, где есть разрешение, есть земля с видом разрешения. А тот, кто покупал за 25 тысяч, зная, что здесь рыночная цена 50, сегодня идти у них на поводу тоже. Тут надо индивидуально подходить. На самом деле здесь ситуация, вот заносим прецедент, мы не должны порождать и одобрять то, что вот таким. У нас получается ничтожное, порождает ничтожное, а в конечном счете мы его ещё и поддерживаем. По итогам совещания Сергей Сергеев по обыкновению поставил конкретные задачи перед службами. По вот этому перечню запрашиваете у ресурсоснабжающих организаций, а это те, кто строится у нас сегодня с разрешением, Анжелика Анатольевна, ресурсоснабжающие организации запрашиваете о выдаче технических условий, потом садитесь с Марченко и проводите встречную проверку. Это так называется. Срок месяц. Критерий возможности застройщиков муниципалитет будет определять совместно с краем. Ответственность за разрытие и некачественное выполнение работ при прокладке подземных коммуникаций должны нести застройщики. Те, кто не соблюдают культуру производства строительно-монтажных работ, будут ежедневно получать административные штрафы. В частности, это касается строительства канализационного коллектора на Пионерском проспекте, который ведет геоинжиниринг. На официальном сайте фирмы-подрядчика рассказ, как качественный и в минимальные сроки идет восстановление Пионерского проспекта. На деле же грязь, перепаханные газоны и разбитая дорога. Компания иногородняя, но если работают в Анапе, значит и правила благоустройства нашего города для них. Сотрудники муниципального контроля ведут претензионную работу по отношению к подрядчику. Только за прошедшую неделю возбуждено более 15 административных производств. Претензионная работа на контроле заместителя главы Анапы, курирующего отрасль ЖКХ Анжелики Бузуновой. В настоящее время в администрации муниципального образования проведены необходимые мероприятия по контролю за качеством выполнения работ на территории Пионерского проспекта. Нами были проведены экспертизы, взяты образцы асфальтобетонного покрытия, проведена экспертиза, выявлены нарушения. Мы направили претензии заказчику с целью понудить подрядчика выполнить все работы в соответствии с нормами и правилами. Мы запросили график восстановления нарушенного благоустройства и графики проведения работы. В соответствии с нашим запросом в течение пяти дней они должны нам предоставить эти графики. И к другим темам. Сегодня ночью из Москвы в Анапу доставят уникальный препарат. Томифлю предназначен для лечения всех форм вирусных заболеваний и применяется только по назначению врача. Лекарство на сегодняшний день в нашем городе не востребовано, да и вряд ли будет использоваться. Но оно тоже должно быть в наличии. Очень важная информация. Сегодня мы ждем товар с Москвы. И там ожидается препарат Томифлю в небольших количествах, но нам все-таки удалось его получить. В некоторой аптеке города он попадет сегодня вечером и во всей сети он будет завтра утром. Активность населения замеренно увеличилась. Но для того, чтобы обеспечить потребность наших покупателей и определенную профилактику и лечение им, помощь оказать, у нас есть все средства на сегодняшний день. Если вы прошли по аптеке, вы видели, что у нас есть ингавирин, у нас есть амиксин, циклоферон, аноферон. Абсолютно весь перечень препаратов. Ситуация с гриппом в Анапе под контролем. Необходимые препараты и для лечения, и для профилактики в аптеках есть. Причем все скидки для льготников сохраняются. Сейчас вы видели, что на прилавке есть практически весь спектр противовирусных препаратов. Управлением здравоохранения регулярно проводится мониторинг наличия противовирусных средств и предельных цен по их отпуску. Мы можем сказать, что нет резкого скачка цен, нет каких-то сложностей с приобретением этих препаратов. Третье население страны сделало прививки от гриппа. Это порядка 43 миллионов человек. Такие цифры озвучила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Она отметила, что в эпидемиологический период особенно осторожными следует быть людям, страдающим бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сосудистыми патологиями. Хотелось бы отметить, что многое зависит от самих людей. Если в период, который известен как эпидемия гриппа, появились первые признаки респираторного заболевания, ни в коем случае нельзя ждать и заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачам, цитирует главу Минздрава Интерфакс. Кроме того, медики советуют избегать мест массового скопления людей и по возможности носить маски. О мерах профилактики гриппа на территории нашего города мы узнали у главного государственного санитарного врача Светланы Медведевой. Грипп у нас это острая вирусная инфекция. Она является высококонтагиозным заболеванием, то есть очень сильно распространяется среди населения. Сейчас регистрируется несколько типов гриппа. А, Б и С подразделяется грипп на данные вирусы. Мы регистрируем в основном все 25, которых мы на сегодняшний день зарегистрировали. Это грипп тип А, H1N1, швань, свиной грипп. Мы его знаем с 2009 года, уже 6 лет. Вакцины разработаны и прививки проводились с учетом этого вируса гриппа. И вакцине присутствовал необходимый компонент против этого вируса. То есть, если ребенок или привитой взрослый заболеет, то, надеюсь, что осложнений у него не будет. Действительно, вот ребенок с тембрюка, он и привит, но, тем не менее, заболел, видимо, попал в тесный контакт с больным, находясь в больнице краевой. Но, тем не менее, грипп прошел спокойно, без каких-либо осложнений. Орвии и грипп у нас опасны осложнениями. Осложнения возникают в основном, когда соединяется бактериальная какая-либо этиология. И развивается пневмония, отиты или другие какие-то заболевания. В настоящий период прививки проводить уже поздно. Поэтому я обращаю внимание только на руководителей населения, хозяйствующих субъектов. На следующий уже сезон, в сентябре-октябре, проведите прививки своим сотрудникам. Не пожалейте 300 рублей и сделайте вакцинацию. А на сегодняшний день основные меры – это меры личной профилактики и меры общественной гигиены. Первое, что это ограничение различных посещений мест общих, так сказать, зрелищных, стадионы, кинотеатры, какие-либо другие, где большое скопление людей. Могут быть и больные в том числе. Даже после выздоровления определенного может быть выделение гриппа. Хоть не так активно, как в первые 3-4 дня вируса, однако может быть. Это первое мероприятие. Второе мероприятие – правило личной гигиены обязательно. У нас входные ворота при ОРВИ и гриппе – это ротоглотка. То есть обязательно моем руки с мылом, потому что идут капельки слюны, попадают на какие-то поручни в общественном транспорте, в маршрутке, в автобусе, в поезде, в самолете, на автовокзале или где угодно, в магазине, в торговом центре, в кинотеатре. Все, что вы коснетесь, может содержать и бактерии, и вирусы. Поэтому обязательно мытье рук двухкратно с мылом, с дезинфицирующим средством. Мыло содержит щелочь, оно убьет уже вирус гриппа. Обязательно промывание ротоглотки, носовые ходы, полоскание горлышка обычным солевым раствором, который вытянет слизь, а слизь у нас задерживают первично и вирусы, и бактерии. Полоскание. Элементарно эти меры горла и носовых ходов с солевым раствором обезопасят вас на определенное время. После посещения различных мест общих, обязательно придя домой, проведите эти процедуры. И в продолжение темы. В детских садах и школах Анапы самое пристальное внимание здоровью детей. И если условия обучения складываются неблагоприятные, уроки сокращают. В шестой школе такие временные меры ввели для младшеклассников, а занятия по физкультуре пока отменили совсем. Почему мы узнали у начальника управления образования администрации города-курорта. Сегодня из-за понижения температуры воздуха были сокращены в начальной школе занятия до 25 минут. Отменены занятия в спортивных залах школ. И также с главным инженером тепловых сетей был решен вопрос о повышении температуры на источнике теплоснабжения. Весна идет, весне дорогу. Судя по прогнозам синоптиков, зима на Черноморском побережье уже заканчивается. Какие капризы погода подготовила на ближайшее время, нам расскажет начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наскопающее потепление в крае будет достаточно продолжительным. Практически всю первую неделю температура в крае будет только повышаться. Поскольку у нас все-таки впереди еще целый февраль, то, конечно, периоды холода еще будут на территории края. Надеемся, что все-таки на побережье минует уже достаточно сильные морозы, поскольку сейчас пришедшее тепло уже, в общем-то, по крайней мере, в районе побережья будет уже больше свидетельствовать о переходе к весеннему типу погоды. И вот таких серьезных затоков холода, серьезных похолоданий мы все-таки уже в районе Черноморского побережья не прогнозируем. Продолжаем выпуск. В селе Юровка высадился студенческий десант. Ежегодная всероссийская акция с таким названием стартовала в Анапе. Мероприятие приурочено ко дню студенчества, и основная цель, которую ставят перед собой организаторы, показать старшеклассникам привлекательность профессии и замотивировать их на продолжение обучения в вузах по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность. Сдача ГТО стала своеобразным отбором семи лучших школьников. Им представится уникальная возможность пройти стажировку в транспортной полиции. В завершении ребята ждали экскурсии, на которой они узнали об особенностях службы на объектах железнодорожного транспорта. И грянул бал. В день российского студенчества в городском театре Анапы впервые состоялся зимний молодежный бал. Торжественное, необычное и очень красивое мероприятие оказалось проникнуто духом прекрасного прошлого нашей страны. День студента не под дискотечные ритмы, а в литературном салоне, в изысканных вечерних платьях и строгих костюмах. Современные молодые люди взглянули на себя по-новому и вспомнили лучшие российские традиции. На репетиции всего неделя, и вот зимний молодежный бал пригласил гостей. Первый среди них глава Анапы Сергей Сергеев с удовольствием отметил, молодежь сама стремится к общению друг с другом и находит замечательные формы для встреч. Я уверен на 100% будущее именно за вами, за теми, кто выходит на улицу, кто совершает добрые поступки, кто чтит нашу добрую историю. Я хочу вам пожелать сегодня, чтобы вы больше впитывали позитивную информацию, чтобы вы имели возможность учиться под мирным миром. Это сегодня очень и очень актуально. Вальс, полька, полонез – 25 вальсирующих пар. И это только начало. Как признались организаторы Управления по делам молодежи, они не ожидали такого интереса к их идее. Мне кажется, очень удачно, потому что вот сейчас мы сидим, наблюдаем за вами, как вы танцуете, и без сомнения хочется присоединиться к вам, без сомнения хочется еще и еще смотреть на вас, потому что дамы очень прекрасные, а кавалеры очень галантные. В официальной части наградили заместителей и руководителей по воспитательной работе учебных заведений города и самых активных студентов. А в неофициальной танцевали и пели вместе с ансамблем «Забава» – Тухмановскую во французской стороне. Там, с пятидесят условия, кто в месте, Старый Ру, если начали. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 27 января в Анапе пасмурно. Температура воздуха днем плюс два, плюс пять. Ночью до четырех градусов тепла. Ветер юго-западный – шесть метров в секунду. Атмосферное давление – семьсот шестьдесят семь миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс три градуса. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...